А я сейчас загуглю, реально, что означает Алексей. Что означает имя Алексей? Имя Алексей в переводе с древнегреческого языка означает защитник. Видали, нахуй? Оберегающий. В русском народе употреблялись и другие формы этого имени. Алексей, Лексей, Лексей, Олексей, Олекса, Олекса, Олесь, Олесь, Лесь. Ясно. Имя Олекса также является... Блядь, ааа. Моя рука, сука, если мышь, то, походу, порвал. Ай, блядь, ай, блядь. Ай, блядь. Я тупо Лексус, нахуй. Ай, блядь. Мне реально что-то рука прям заныла, прям жёстко так. Ай, ещё и в шею отдал. Блядь, я сломался, нахуй. 28. Так. Алексей может похвастаться весьма развитой интуицией. Ну, куста, правда, ебать. Это правда. Уже не первый раз вы на стриме это, я думаю, видели, замечали. Но в достижении своих желаний ему помогает не только она, но и свойственная Алексею активность и воля. Павел, что ли? Алексей умеет оценивать свои силы. Ну, я поэтому и кейсы-то открываю, блядь. Мастер, выйди завтра на завод за меня. Я поеду забирать наши деньги. Спасибо. Да, да, я, блядь. Мне на донатик, да? Да. Получается. Если он уверен в своём успехе, то будет идти до победного конца. Я, блядь, поэтому уже все деньги проебал на кейсы. Я верю, что у меня получится, выбейте нож. Вот. А если благополучный исход представляется мужчине сомнительным, то, скорее всего, он откажется от своих попыток. Покладистый характер Алексея помогает ему счастливо строить свою семейную жизнь. Семейная жизнь? Да вы чё, блядь, да прикольно. Я поэтому во всё это дерьмо не верю, ребят. Я вроде Алексей, да, я вроде Лексус, нахуй. Но чё-то вот семью я пока не хочу. С Новым Годом. Эх. Вот. Так я о чё говорю? Покладистый характер Алексея помогает ему... Так, семейную жизнь строить, а? Творческие способности дают широкие перспективы. Но Алексей очень брезглив, и поэтому отказывается от многих удачных идей. Больше всего в своей жизни Алексей ценит своего отца, эбай. Тупо батю, нахуй. Следом идут дети Алексея. Да нахуй они нужны? Не, ну мои дети это чатики, я их ценю, естественно. Видите, да? После отца идёте вы, которых я ценю, так что... А потом уже мать. Цените мать, ребят. Вот. Маленький Алексей очень доброжел... В смысле маленький? Доброжелателен. Лёше важно в любом деле достигать наилучших результатов. В смысле? А Диме, например, нет, что ли? Чё за тупость? Типа только Алексей, только Лёха, блядь, хочет добиваться наилучших результатов. А вот Дима, нет, Дима просто письку дрочит. А Андрюха так вообще алкаш ёбаный, блядь. А Санёк... Оооо, это всё. Тут даже говорить ничего не нужно. Вот Алексей, вот он достигает, достигает, ну вот так, блядь. В мальчике говорит врождённое чистолюбие. Иногда... Чистолюбие? Вы на мою кухню сейчас зайдите, блядь, мне тараканы уже завелись. Иногда это качество спит. А! И тогда Лёша становится ленивым и бездеятельным. Ну, я тупо, тупо чирит, короче. Тупо спит. Оно наелось и спит у меня, понимаете? Ну, Алексей не относится к величественным и выдающимся людям. Не понял. Он обычный мужчина. В смысле, блядь? Нежный, с любимыми и надёжный для своих друзей. Я не... В смысле обычный... Я чё, блядь, братишкин, что ли, чтобы быть обычным чуваком? Он не лишён прекрасных качеств. Но все они выражены неярко. Э! Чё за унижение пошли? С днём рождения дорога из 3 мер меньше, чем 3. Светочка, спасибо, спасибо. То есть они, типа, такие, ну, знаете что, вот, чтобы Алексей слишком не зазнавался, давайте его немножко сейчас припустим, скажем так, да? А то мы чё-то и так уже много ему тут наговорили, да? Так что, Алексей, ты, ну, как бы, ну, как бы, знаешь ли, вот, ты, как бы, не лишён прекрасных качеств, но всё они, как бы, выражены неярко. Ты уж извини, да, блядь? Вот. Мужчина неплохо приспособлен для повседневной жизни, но сильные страсти, неожиданные повороты судьбы не для него. Алексей часто убегает от действительности при малейшей неудаче. Он углублен в себя. Много фантазирует. Алексей не любит осуждения. Как? Я... Я осуждаю эту хуйню вообще-то. Я люблю осуждения, я осуждаю всё, что нужно осуждать. Вы чё? И легко оправдывает себя, выдумывая объяснение своим поступком. Ну, это да, это я люблю, блядь. На меня когда-то, когда кто-то наезжает, я сразу же начинаю оправдываться. Ну, по фактам, кста. По фактам. Ум! И интуиция Алексея, скорее, женского типа. О, привет! Алексей, сколько в имени этому для меня самых ласковых звуков. Самый лучший мужчина на свете. Так, не понял. А чё это? Что за хуйня? Как ты повстречала идеального самого в мире? О любви я своей рассказала. В твоём сердце увидела. Блядь, что за стихи пошли? Так, я не понял. Так это поэт у меня, что ли, девки смотрят? Они во мне видят себя. Чё, блядь? Женского типа, чем мужского. Он внимателен к мелочам, имеет хорошую память. Отличается любознательностью. Алексей неизменно почтителен со всеми родителями. В отношениях с женщинами этот мужчина ценит аккуратность и опрятность своей избранницы. Блядь, понятно нахуй. Сидят тут вонючки, пердючки, блядь. Передят нахуй, жрут. Ой, блядь. Ну да. А с мужчинами, да, вообще похую? Так. Чувствительность и ранимость Алексея привлекают к нему много поклонниц. Я, кстати, чувствительный. Ну, я знаю. Поклонницы, блядь. То есть вы меня смотрите, потому что я чувствительный и ранимый. Это так мило. Алексей, фантазер. Это я, кстати, да. Фу-фу-фу, спасибо. Так, ну и что там дальше? Поэтому победа над противоположным полом мужчина одерживает легко и часто. Ха-ха-ха. Тем не менее, Алексей верный муж, относящийся к жене, порой слишком доверчивый. Ой. Особых увлечений у мужчины с именем Алексея нет. Чё? Не понял. Осуждаю, осуждаю. Особых увлечений у мужчины с именем Алексея нет. Его можно назвать человеком дела. Если лень не взяла в нём вверх. Он не лишён творческих способностей, которые могут помочь стать хорошим художником, актёром, писателем, стримером. Профессии, связанные с точной наукой, также подходят Алексею. Нихуя. Бать. Так я профессор? Так. Однообразная работа не очень нравится Алексею, но старательно выполнять он будет и её. Если у мужчины будет на то желание, то он сможет добиться успехов и в спорте, и в бизнесе, и в производстве. Заработав этим себе положение в обществе. Понятно, блядь? Ауф. Вот так-то нахуй. А давайте Саню! Тут есть Саня, блядь? Чем тупо Александр нахуй посмотрим? Александр. Поиск имени. Вот, значение имени Александр. Короткая форма имени Александр. Саша, Сашечка, Шура, Александрушка, Алексаня, Саня, Алекс, Санюха, Санюша. Господи, блядь. Алексаха, Алексаша, Ася, Сашуля, Сашуня, Сале, Сандр, Сашура, Али, Аля, Алик, Шурик. Туда я ибу. Синонимы имени Александр. Происхождение имени Александр. Имя Александр русское, православное. Католическое, греческое. Ой, то есть... Имя Александр имеет греческое происхождение. В современном переводе означает Саси Хуй. Более ранние версии трактовки, оберегающий муж. Значение мужчина, а не супруг. Во многих языках мужчина идентичен понятию человек. Поэтому имени Александра также стали переписывать и это значение как СХС. Ну, ясно, короче. Собственно говоря, это я и... И думал. Имя Александр широко распространено по всему миру. В большинстве своем благодаря христианству. В некоторых европейских странах, таких как Россия, Швеция, Украина, это имя в десятки фаворитов среди мужских имен. Ну да. Ну и в США, кстати, тоже. Подожди, а Алексей, как там синонимы, какие вообще у имени-то, а? Алексей, ну-ка. Синонимы. Алексейка. Алёха. Лёха. Алёша. Лёша. Али. Алик. Лёля. Вы, блядь. Аля. Алюня. Люня. Что за, блядь, кринж? Алексейка. Лекса. Лёкся. 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 Да ты чё? И здесь. Да вы надоели, блядь. У нас стоит хуй, хватит уже. У нас скоро отвалится, нахрен. Мне почти 18 меньше, чем 3. Лёкся. 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 Алёня. Лёня. Алиэкспресс, блядь. Алёка. 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 Блядь. Калекан. Вина. Вина и рис. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо тебе большое. Синонимы. Алексиус. Алексис. Алехо. Алесио. Алексиос. Ебать. Алекси. Да ещё бы Флексом, нахуй, назвали, блядь. Алексас. Алексас. Сука. Присхождение имени Алекси. Имя Алекси русское, православное, греческое. Понятно. Ну, тупо тоже. То же самое, что и с Ани. Короче, ясно. О. Ближайшие именины. 30 марта. Александр, Алексей, Виктор. Гаврил. Людвиг. Макар. Павел. Понятно. То есть, родители меня назвали просто потому, что, типа, так принято, блядь. Понятно, нахуй. Хорошо, что хоть не Сани. Ссылка удалена. Давайте вспомним классику. Да подожди ты, Нлинк. Там, наверное, мой видос какой-то паршивый, старый, блядь, за который мне стыдно. Владимир. Давайте Владимира чекнем. Краткая форма имени Владимира. Володя, Вова, Вован, Вовка, Владя, Владик, Влад, Мира, Ладя, Лада, Вадя, Владик, Вова, Вавуля, Вавуся, Дима? Вавуля, Вовуня, Вовуся, Вовуша, Воля, Владимирушка. Синоним имени Владимир. Володимир. Вальдемар, блядь, Балтон, нахуй. Владимирос. Блядь, я тебя осуждаю. Вла, 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 Влади, Вла, Вла... Пфу, ёб. Владумир, Владмир, Владумиру, Влада, Владимиру, Влоджимеж. Ой. Влодзимеж, Велоди, Владу, Влайку, Влайку. Господи, блядь. Имя Владимир, русское, славянское, украинское, православное. Нясно, блядь. Так. Ну, кстати говоря, описание про Владимира тут вот буквально пару, блядь, абзацев. Абзацев, когда про Алексея там целая книжка. Ёб. Не блядь. Алексей, Алексеюшка, Александрия, короче, желаю больших яиц, чтоб башня не падала. С ДР, короче, Алибаба. Спасибо. Имя Владимир, это славянское имя. Оно состоит из двух частей. Влад, Владеть и Мир. Поэтому имя трактуют как владеющий миром, нихуя. Чё-то слишком пафосно, блядь. Иногда переводят так же и как знатный властитель. Кого бы? Он владеет только какими-то школьниками, блядь, и всё. Ладно, ладно, ладно. Изначально имя Владимир было языческим именем. Но после крещения Руси имя крестителя, князя Владимира Святого было... Ой, блядь. Да-да-да-да-да-да. Привет. Путин. Хотя да, Путин же владеет по сути-то всем миром, блядь. Аух. Спасибо за 245. Продолжай в том же духе сладенький. Чё? А, Габен, ты? Ну да. У имени Владимира есть парное женское имя. Владимира. Он очень редко употребляется лишь в Польше, Чехии, Болгарии, Сербии и на Украине. В Украине. В Грузии встречается имя Велоди. Так, ладно, будет что-то... Что-то ещё? Имени Владимира... Так. Мальчик по имени Владимир с детства проявляет хорошие способности к обучению. Весьма попущен. Ой, послушен. И опрятен. Ай, бля. В школе ему обычно лучше даются точные науки. Вот. Однако взрослее Владимир делает ставку. И на общественные науки, и, как правило, преуспевает. Владимиру хорошо даются иностранные языки. У Владимира есть некоторая склонность к риску. Но чаще всего он использует её во благо себе. Ему нравится ставить физические и химические опыты. В юношестве. А более взрослым человеком он способен взяться за трудное дело, которое все обходят стороной. Ну да, не каждый, блядь, желает стать стримером. Ему присущи лидерские качества. Владимиру нравится быть в центре внимания. Руководить. Но ему всегда требуется совет более старшего или более опытного человека. Ну, например, меня. Вполне возможно, он будет прислушиваться к своим родителям. Так же чутко. И юношей, и повзрослев. Владимир ценит в людях верность и преданность. А кто не ценит это? Пиздец. Типа, а Саня такой, типа, ему вообще похую, да? Так же ему нравится компания умных людей. А кому не нравится-то? Что за тупость-то, я не понимаю. Владимир может прослыть интеллектуалом. Только бы найти себе именно такую компанию. О которой он мечтает с детства. Владимир падок налезть. Ему стоит более сдержанно относиться к различным комплиментам. Вот. Для него очень важно мнение окружающих. И обладатель этого имени постарается никогда не ударить в грязь лицом. Его репутация будет безупречна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok